Театр наизнанку Уважаемые телезрители Я очень рад, что мы встретились в этой студии Дим, давайте начнем Немножко до самого начала Как пришла любовь к театру И все-таки выбор профессии режиссера Тут, наверное, роль злодеев сыграли родители Поскольку я родился в семье инженеров Теплофизиков И как в такой семье вырос урод гуманитарий Я до сих пор не понимаю На самом деле папа очень любил играть на домре В студенчестве играл Все хотели когда-то быть даже артистками У всех были какие-то тайные желания Но, собственно, видимо, это все как-то аккумулировалось Аккумулировалось и выаккумулировалось Вот, потому что... Да, как сына Ну, не, на самом деле родители, конечно, водили в театр Я сошел с ума уже от Лебединого озера От каких-то таких красивых вещей А потом уже позже, наверное, лет в 15 Я могу даже сказать, что у меня на спектакле Юрия Петровича любимого деревянной кони Произошло вообще какое-то... Знаете, бывает, как розовые очки человек снимает Ты живешь в детстве и думаешь Мир гармоничный, правильный, роскошный Вот, и там была потрясающая совершенно игра И Аллы Демидовой Вот, и спектакль был о жизни Нашей советской тогда еще деревни Я помню, это потрясение во многом как-то перевернуло мое мировоззрение тогда И, может быть, тогда я убедился, насколько силен театр вообще может быть Насколько он может быть проводником каких-то идей Мне очень жалко, что сейчас во многом эти позиции утрачены Наступило другое, может быть, не менее, а более даже прекрасное время Но театр уже не является властителем думы на сегодняшний день Но в то время, мне казалось, да Ну, не то, что коммерческий Просто люди хотят, наверное, где-то расслабляться и получать удовольствие Это неплохо, на самом деле, в какой-то мере Потому что, когда мы в свое время были лишены театра развлечения То это была одна история Все мечтали о Бродвее А сейчас, понимаешь, везде один кругом Бродвей и Голливуд В нашем, естественно, российском преломнении Все думают о высоком, каком-то утерянном, прекрасном мире В котором был Советский театр Ну, вот, в конце 20-го века, скажем так Мне кажется, как бы, по-любому Ведь человек идет в театр Как бы, все равно, ищет какого-то развлечения Но, все равно, при этом, спектакль, помимо того, что должен какой-то отдых давать человеку Все равно должна быть мораль Ну, это вы прямо берете на вооружение Моя любимая мораль 18-го века Развлекай и получай Да Вот, но в то время так не было Вообще было позорно Позорно считалось советскому человеку развлекаться Вот, и меня с этим учили в школе Я еще помню какие-то такие остатки советские И с этим я, в общем, как бы вышел, наверное, уже в студенческую жизнь, скажем так Вот, но в принципе это правильно, потому что, естественно, человек должен и получать удовольствие И одновременно задумываться Это и для меня является одной из самых моих таких вот активно желаемых задач по жизни Вот, делать так свою работу, чтобы она была и убедительна, как и внешне, так и внутренне Вот этот баланс, он очень сложный, наверное Во многом-то это зависит от российского менталитета, наверное Вот, такое наше отношение Либо мы говорим только о душе Либо, понимаешь, кидаемся в такие развлечения, что уже становится прям стыдно иногда даже за то, что происходит Вот, ну, хорошо, вот вы закончили школу Пришло время поступать В Москве огромное количество театральных вузов Почему Петербург? Логипных, да? Вообще, это вся очень история мистическая, я бы так сказал, была Если это интересно Потому что в тот год просто не было набора На режиссерский я начал ходить в Большой театр Мне очень понравилось Это второй, как бы, режиссер в моей жизни Борис Александрович Покровский Оперный режиссер, тогда возглавлявший Большой театр И все его спектакли во многом меня подвинули на то, чтобы я решил стать режиссером именно музыкального театра И я думаю, те, кто помнит тот Большой театр конца 80-х со мной согласится Потому что это был действительно один из таких выдающихся моментов, наверное, в истории советской культуры И на сцене были вокальные звезды И за режиссерским пультом сидели выдающиеся режиссеры И за режиссерским пультом стояли Светланов и Рождественский В общем, все было как надо и как должно было быть И поэтому я, в общем, решил поступать на музыкального режиссера В тот год не было набора на этот факультет И мой приятель Вадим Милков, который был тогда режиссером Большого театра Посоветовал мне поступить в Ленинградскую консерваторию петербургскую На отделение режиссуры Там было такое... Я был очень удивлен Но на самом деле наступило время какой-то уже моего некоторого присыщения родительским кровом Я не могу сказать, что я без радости Я, в общем, свинтил в Петербург в надежде еще во взрослую жизнь Было, конечно, страшновато Но, с другой стороны, я понял, что только благодаря тому, что я покинул родной дом Я как-то так вот и чему-то научился Там была очень смешная история, связанная с мастером Маргаритой Потому что я решил выучить отрывок из Булгакова И никак не мог вспомнить Там есть эпизод, когда весь филиал начинал петь Странное славное море, священный Байкал Я сижу, никак не могу вспомнить, как это мелодии И радио, которое весь день не работало Вдруг задает какой-то страшный такой звук По вашим просьбам передаем песню «Славное море, священный Байкал» Я клянусь, у меня зашевелились волосы Я приезжаю в Петербург, меня встречают афиши, балета, эйфмана, мастер, Маргарита Потом с Маргаритой мы учились за студенческой скамьей Галли Мезенцевой, величайшая балерина XX века Потом с мастером, с Воландом мы познакомились, с Валером Михайловским Потом после того, как меня на первом туре распотролили так, что не было сил собраться Со мной произошла еще целая сеть каких-то фантастических перетрубаций Перетрубаций, связанных опять же с мастером Маргаритой Это уже тут целый вечер будет посвящен этому После этого я понял, что надо как-то принимать во внимание все эти знаки Значит, тут, наверное, что-то есть Я до такой степени успокоился на второй, третий тур, что у меня, в общем, они вынуждены были взять Так что спасибо Булгакову и моим первым учителям Покровскому и любимому Так я оказался в Ленинградской консерватории, нисколько не жалею Потому что город, естественно, как вы знаете, не принимает особенно московичей Вот, и это именно неприятие состава мне каким-то образом побороться за это Вот, и как-то, ну как же так, почему же меня это... Держало в тонусе Да, держало в тонусе, мне это очень нравилось, в общем А в итоге я влюбился в этот город, и до сих пор, хоть это стало модным, не в самом хорошем смысле этого слова Тем не менее, я люблю Петербург И рад, что мне удалось учиться в Санкт-Петербургской консерватории Где преподавали еще люди, помнившие Шостаковича Преподавали люди, которые несли какую-то традицию И во многом именно это, то, что это были личности, прежде всего Я не могу прямо сказать, что это был какой-то передовой фронт режиссерской науки тогда Но, тем не менее, я считаю, именно благодаря этим людям я во многом состоялся как режиссер А вот столько мистики, связанной с Булгаковым А не было после этого мысли поставить мастера Маргариту? Ну, на самом деле, вы знаете, для того, чтобы поставить мастера Маргариту Нужно обладать правом на это Я пока за собой такого права не чувствую Хотя, естественно, как вы понимаете, желание существует Потому что вот этот вот его жанр Полуфантастический какой-то бытовой смесь низкого и высокого Фантастического и низкого реального Оно меня очень привлекает Это один из моих самых любимых, наверное, направлений Любимых направлений в литературе, да вообще в театре Хотя в театре, как вы понимаете, это гораздо сложнее сделать Конечно Это одна из причин, по которой я не... Потом я видел спектакль любимого, не забывайте После которого тоже довольно сложно было браться за этот материал С гениальной сценографией Боровского Вот, в общем, все не так просто Существуют некоторые внутренние запреты И понимание того, имеешь ли право на этот материал Какой-нибудь другой рассказ, наверное, можно было бы с удовольствием Вот как-то морфи сейчас ставить модно Там чудовищные яйца, я не знаю Роковые Роковые, да Потом у меня, кстати, была мечта сделать мюзикл по Ивану Васильевичу менять профессию Если вы знаете, Булгаков ведь написал пьесу Иван Васильевич Вот, которая, на самом деле, была написана совсем по другому поводу Про другой сюжет Но артистам МХАТа так понравилось, что в одном из поворот сюжетных этой пьесы Герой проваливается в прошлое, оказывается, Иван Грозный Сказать, вот нам не надо про будущее, давайте про прошлое Да уж про прошлое И появился пьеса Ивана Васильевича, которая с успехом была инкарнизирована Стала классикой советского кинематографа Где написал музыку Александр Сергеевич Зацепин Вот, с которым мы тоже вели переговоры о том, чтобы сделать этот мюзикл Я очень надеюсь, что когда-то все-таки я это слово добьюсь Да, потому что уж больно мне нравится идея этого произведения И оно вообще во многом очень показательное Вообще Булгаков это наш вечный рулевой, я думаю Ну и как вот после Петербурга жизнь занесла в Екатеринбург? Очень просто Вот я же на втором-третьем курсе, в общем, читаешь-читаешь, ты начинаешь понимать Бурная какая-то студенческая жизнь Но пришло понимание того, что это профессия, которую я выбрал Она практическая профессия И уже на втором курсе мне было понятно, что что-то надо с этим делать Когда на третьем... Не ставить, но что-то вот куда-то выбираться, потому что три бессонных ночи перед репетицией «Мокрые руки» Не говорили о том, что я прирожденный режиссер, надо больше с собой делать Вот, и тут как-то так сложилось, что в концентре пришел худрук с Екатеринбургской москомедии Кирилл Стрижнев С просьбой дать ему какого-нибудь режиссера на практику Ну и указали пальцем на меня, хочешь Екатеринбург? Я говорю, хочу Но потом началось страшно Я этой первой картиной начну на Екатеринбург Вообще, Екатеринбург в 90-е годы одно из самых страшных воспоминаний моей жизни Индустриальный город, жуткий С каким-то бесконечным облачным небом И мне совершенно было сразу понятно, почему там есть Агат Кристи Почему там есть Чаев, почему там есть вообще вся рука культура Почему там есть Бутусов И Агат Кристи, я уже говорил, да? Да И, собственно, вообще рога движения Именно потому, что какая-то безысходность там была в то время Само настроение было ужасающим просто И меня спасало то, что я вставал в 10 утра, шел в театральный институт преподавать В 2 часа шел на репетицию Вечером у меня был спектакль И вот так каждый день я с утра до ночи был занят Я не имел возможности видеть город Сейчас город разительно изменился Я считаю, что это одна из российских столиц И вообще я обожаю этот город именно за тот путь, который она проделала Я мало видел таких, ну, исключая Москву, конечно Городов, которые претерпели такие изменения И так преобразились И не только внешне, но и внутренне Люди другие совершенно стали Как-то они освободились от этого чугунного Вот этого вот промзоновского Такого уралмашевского какого-то давления Вот в этом смысле Челябинск как-то более депрессивный В этом смысле как-то меньше меняется Хотя тот же регион, не знаю И в Екатеринбурге меня, в общем, стали давать спектакли Я там поставил что-то около 10 спектаклей Ну, включая студенческие спектакли Ездил уже и по стране, ставил В общем, у меня была какая-то насыщенная Какая-то бурная жизнь Которая закончилась в один момент тем, что меня уволили по статье Потому что я решил поступать в ассистентуру ГИТИСа Ну, в общем, было понятно руководству театра Что со мной надо что-то делать И меня, в общем, так жестко довольно Так сказать, как-то так попросили На что я, в общем, даже и сейчас Честно говоря, не обижаюсь Потому что я считаю, что это был очень правильный шаг Потому что если бы я поступил в ассистентуру Я бы разрывался между Москвой и Екатеринбургом А тут мне уже не дали возможности оставаться там А там уже пригрето все было, удобно Но, к сожалению, российская культура Практически не может развиваться вдали от Москвы Именно театральная А чем им так претела ассистентура ГИТИСа? Ну, я думаю, что я уже вырос Какие-то мои работы были чересчур Уже как бы что-то значили, наверное Я так думаю И, понимаете, один должен быть хозяин в доме Не может быть два хозяина Это была мудрая мысль художественного руководителя Который даже не стал со мной это обсуждать Дим, тебе пора уходить А он просто принял решение И я ему за это благодарен Это как бы так называемое зло во благо Опять же, тут нужно усмотреть мастера Маргарита Потому что я в своей телячей такой вот Этой неопределенности во многом Получил хороший урок И нисколько не жалею об этом Потому что я оказался в Москве И уже через год меня пригласили в Большой театр В этот же год пригласили главным режиссером В Саратовскую оперу И в этот же год Вайнштейн Тартаковский Гечман Вальдек Пригласили в Мюзикл Метро И если я там год сидел На 62 рублях зарплаты ассистента Я сейчас вспоминаю Думаю, это вообще, конечно Такую зарплату надо было придать Ну там полставки было как-то Как это все было, я не понимаю Но как-то я жил Вот А потом вдруг сразу обрушилось три работы Вот И тоже была какая-то другая крайность Вот Очень смешная была Когда Миллениум Я работал в Большом театре Как режиссер Меня сделали одним из режиссеров Миллениума И работал в Метро И вот нас вызывают В Мюзикл Метро Я был режиссер русской версии Вызывает продюсер Говорит, Дим, мы будем делать Участность Нас пригласили участвовать в Миллениуме Праздник новогодний В Большом театре Который Тогдашний руководитель Васильев Задумал как Приглашение всех лучших художественных сил Столицы Нас тоже пригласили И там меня вызвали И у меня две работы Встретились в одном месте В один час Вот на Новый год В Большом театре Вот Было очень смешное Как-то я думал Я вообще с ума сойду Потому что как-то Было Ну Чересчур много эмоций И впечатлений В то время От Того что Вот Как-то Я не знал Куда мне в оперу идти В мюзикл Но в итоге В общем я Наверное Во многом До такой степени Был заражен Тем что В моей жизни Появилось метро Что я В общем-то До сих пор Нахожусь под Гигантским Каким-то впечатлением Мне очень люблю Я и оперу И готов работать С удовольствием Всегда Но тем не менее Читая мюзикл Не то что Более современным А более адекватным Жанром Энергетика которого Совершенно другая Которая более соответствует С сегодняшнего времени К сожалению Опера Это какая-то такая Старая любовница Которую Даже зная все ее недостатки Невозможно Разлюбить Мне хотелось бы Все-таки Больше уделить Внимание Метро Первый Серьезный Западный Мюзикл Перенесенный На Российскую почву Который появился В Москве Вас приглашают Режиссером Во-первых Ваши ощущения А во-вторых Вот эта вот Работа С Юзефовичем Впечатление было Что какие-то сумасшедшие Потому что Меня дали почитать Пьесу Я не понимаю Что это такое Я же привык Работать с классическими Произведениями Поймите Меня все время Какие-то Высокие А тут что-то Какие-то мальчики Девочки Дворовые Куда-то Какие-то продюсеры Музыка Туда не слышала Дали посмотреть Какую-то стертую Видеозапись Которую Метро в Америке Должен сказать Что мюзикл Это искусство Которое не поддается Фиксации Видеопленки Все погибло Собственно Как и театр Вообще Очень редкие Постановки У меня не было Никакого впечатления Но деньги Которые они предложили Решили все вопросы Сразу По тем временам Мне казалось Что какая-то сумасшедшая Эта сумма Вот Я согласился Вот Какое-то время Я еще не понимал Что это происходит А потом Как-то оказался В такой степени Увлечен И именно И энтузиазмом И продюсерским И энтузиазмом Режиссера То есть Было там Четверо сумасшедших Гечман Вальдек Вайнштейн Тартаковский И Юзефович Настаковская Композитора Метро И вот Когда я смотрел Люди Которые В общем Старше меня Которые Умудренные Опытом Ведут себя Совершенно Как дети С такой энергией С таким заводом Энтузиазмом Они нас Заводили Ладно я Я уже был В общем Тридцатник А вот Двадцатилетние Какие-то Ребята Шестнадцатилетний Свет Светикова Пришла Деонка Дольникова Восемнадцать лет Все прям Были Дети И вот До какой степени Они их увлекли До какой степени Они их сплотили Эти людей Потому что Отбирали людей Именно по принципу Их индивидуальности Яркой индивидуальности А потом Эту яркую индивидуальность Нужно было Вписать в коллектив И вот это Я считаю Гениально Сделал Юзеф Орич Он Он с ними Это была Практически У нас совместная жизнь Какая-то Жизнь Я вот так понимаю На сегодняшний день Во многом Постановочная работа У меня лично Таких Таких Постановок Было наверное Две всего Когда вот так Удавалось Создать такую атмосферу Когда Ты не Не ощущаешь Грани между работой И Реальной Жизнью Когда ты не работаешь Огромное спасибо Всем Кто пригласил Юзефовича В общем Поменяли наверное Мою жизнь Я думаю И поменяли жизнь Всем кто принимал Участие в этом проекте Я думаю Театр Опереты Вышел совершенно На новую Дару На новый уровень Не уровень Нет почему На новый Какой-то На новый этап Наверное Уровень сложный Потому что Опереты Это Своя совершенно Особая история И Даже бессмысленно Сравнивать С мюзикл Вот И конечно же Было совсем Другое отношение Очень интересное Поскольку Януш Юзефович Конечно был Креативен И В хорошем В каком-то гениальный Организатор Вот А продюсеры В этом смысле Были Для меня Новой совершенно Школой Отношений Театра И бизнеса Вот Я тогда Не очень понимал Что бизнес Мюзикл Это все-таки Бизнес Вот А их отношения Вот Я же не вкладывал Своих миллионов Как вы понимаете Это они Рисковали Деньгами Помещением Ресурсами Бог вис чем Вот И Я этого не понимал А они рисковали Деньгами И во многом Это тоже Мне было Чуждо Меня это вызывало Раздражение Сколько можно Говорить об этом Давайте заниматься Высоким Великим И прекрасным Вот Но тем не менее Именно Отношение К финансам Дает тебе Некоторую строгость Она заставляет тебя Быть очень собранным И ответственным За то что ты делаешь А в этом Во многом беда Так сказать Ну и моя была Некого раздолбайства Такого безответственного Отношения К постановочному процессу А деньги все-таки Дисциплинируют тебя И вот этот вот Тандем режиссер и продюсер Когда оба адекватные люди Я считаю Очень полезны Именно в том смысле Когда вы говорите Паучай Развлекай Потому что задача продюсера Добиться Чтобы пришли зрители Чтобы они Потому что все хотят развлекаться А задача Режиссера Дать какой-то творческий Очень мощный импульс Произведению Вот И в этом смысле Конечно Это была огромная школа И Катя Гичман-Вальдек Просто феноменальная Конечно Работоспособность Яркость И умение Концентрироваться На выбранной цели И добиваться ее Потому что Я не знаю Я таких людей Больше не встречал Александр Войчин Вайнштейн Феноменальная Вовлеченность Какая-то детская Совершенно вовлеченность И энергетика Запредельная Какая-то Ну и Такая отеческая Мудрость Тартаковского Конечно Который никогда Вот этот продюсер Который никогда Не повышал голос Это вообще Начальник Который никогда Не кричит Который все проблемы Решает И решает Их в нормальном Рабочем состоянии И удерживает Тартаковский По-моему Он вообще Настолько спокойный Всегда Вот Равновешен Это то Чему стоит Наверное Учиться И чему я не перестаю Учиться До сих пор Глядя на этих Карла Макса Фридриха Энгельса И Владимирича Ленина Нашего мюзикла Метро на тот момент Было все-таки Актуально Для нашей молодежи Вот В чем вот эта актуальность Вы знаете Когда Эти люди Девочки Мальчики Почему говорили Продюсеры Они обижались Страшно Что они с улицы Но действительно Это было так Что это были Вот реальные Московские Дети Приехавшие в Москву Со всех концов Этой страны И Вот они Отражали На тот момент То настроение Которое было Внутри Вот у этого Подрастающего поколения И режиссер И продюсер И этот материал Дал им возможность Высказаться Об этом Не думая Кто что скажет За ними стояли режиссер Который говорил Ты делаешь Курва Прекрасно Ты делаешь Замечательно Ты лучше Делай И продолжай Так Они вселили в них Уверенность И они стали Говорить со сцены Уверенно И захлебываясь От энергии И счастья И вот это Дало возможность Проложить какой-то Мощный электрический Тоскать Ток Между Залом И сцены И Именно Эта энергия Энергия Этих ребят И то что Януш дал им Эту возможность Обмениваться Энергией Заразило До такой степени Аудиторию Что по успешности Я пожалуй Не знаю Других проектов Когда у нас Были все президенты По нескольку Раз Дети президентов Весь Вся Госдума Весь аппарат Президента К нам приходили Все эстрадные звезды Ученые То есть Не было Людей Более-менее известных По-моему Которые не были на метро Мы до такой степени Привыкли к тому Что вечером К нам приходит Путин Лужков Пугачева Киркоров Что когда все это Кончилось Было странное Очень ощущение Даже у меня Когда я В принципе понимал Что когда-то Это кончится И не будет Больше таких проектов Тем не менее Все равно до сих пор Живет Какое-то внутреннее ощущение Что это было не со мной Вообще не с нами Со всеми Что это было что-то Невероятно До сих пор Когда мы собираемся Вместе с метро Возникает Вот это Возникает Вот это волшебное Настроение Настроение единства Твои ощущение Всесильности Того что ты Того что ты можешь Сделать Я понимаю Что наверное Это было Одно из самых Ярких приключений В моей жизни Да Потому что Даже многие ребята Которые прошли После метро Уже И Ноттердам И Ромео Джульетта И Монте Кристо Все равно Все настолько Вспоминают метро Как какую-то Вот сказку Ну потому что И Монте Кристо И Ромео Джульетта Это уже был бизнес И все понимали Что приходили Зарабатывать деньги Искусством своим А вот этого Вот какого-то Комунизма В высоком Комуны Вот этой Не было Не было Вот этого Какого-то Горения Какого-то Не ради денег А ради Какой-то идеи И как это удалось Видимо был Точно подгадан момент Вот это Вот сложилось Все как-то Вот И я очень рад Что многие из ребят И Антон Макарский И Павел Майков И Теона Дольникова И Велины Бледанс И Валера Боровинских И Антон Деров Они на сегодняшний день Являются В общем Достаточно заметными Персонами И я горжусь Что вот Мне довелось Вместе с ними Быть в это время И видеть Как происходит Этот рост И набор мастерства И скажем так Ну на смену метро Пришел Ноттердам Да Потом был Ноттердам Вот Отличие Метро От Ноттердама Наверное Наоборот Как бы Ноттердама От метро уже Даже Отличие Ну Если В метро Мы все Имели возможность Говорить о себе И о наших проблемах То здесь Мы создали Какую-то Прекрасную сказку Такой фэнтези Фантастическую И С одной стороны Там была совершенно Роковая Я считаю Энергетика Музыки А с другой Стороны Была Фантастически Выразительная Сценография И с третьей стороны Был Российский Рынок Певцов Который я считаю До сих пор Феноменальным И только И только Отсутствием Реального Продюсеров Заниматься Музыкой И реально Заниматься Продвижением Качественного Продукта И Нежеланием Выстраивать Перспективу В своей работе Я объясняю То, что Происходит Сегодня у нас На эстраде Те замечательные Ребята Которые Были в фабрике Звезд Найденные И в каких-то Этих Они вспыхивают На 1-2 минуты И потом Валятся В неизвестность Очень жалко Я считаю Трагический Период Потому что Многие Недооцененные Прекрасные Таланты Так И гниют Заживо В закромах Нашей Великой Страны Потому что Кто-то Считает Что лучше Наверное Делать Раскручивать Либо Свою Девушку Либо Раскручивать Силиконы Перекачанные Я не знаю Либо Они слишком Идут на поводу У Публики И понимают Что в принципе Всех интересует Частота Попадания На Голубой Экран Простите Хотя Тоже на нем Сейчас нахожусь Наслаждаюсь Пладаями Собственного Пиар Раскручивания Нет Ну если взять Нотердам Да Та же Настя Стоцкая В принципе Добилась Известности Антон Макарский Эд Шульжевский Та же Света Светикова Правда Тоже Как-то вспыхнуло С фабрики И сейчас Не слышно Вот Вот и он И Дольникова Ну да Это естественно Но я считаю Что Это Может быть Скорее Относится К их Настойчивости И к их Энергетике У Антона Макарского Еще Вика Морозова Замечательная Я бы сказал Выдающаяся Певица Которая Во многом Помогла Антону Выйти На этот уровень Вот Значит Выдающаяся Певица Очень Грамотный Директор Да Грамотный Директор Это тоже Очень важно Я считаю Что Вот тут Сложилось Видите И получилось Теона К сожалению Я считаю Недооценена Она попадает В фильм Какие-то Разные истории И То что Она могла Бы сделать Она Не сделала Нет рядом Мощной Финансовой И Какой-то Направляющей Поддержки Во многом Конечно Она девушка С характером Вот Но это тоже Ее За это Я ее люблю В общем Что она Девушка С характером Настя Стоцкая Феноменальная Артистка Феноменальная Опять же На сцене Практически Мы ее Мало Видим То что Она делала В Кабаре За то время Короткое Образование Американская Культура Шла Десятилетие Для того Чтобы Вырастить Таких Артистов Она Это Сделала На Раз Лика Рула Тоже Как В Чикаго Они же Тоже Рула Настя Стоцкая Наташа Громушкина Ну Это был Про Понимаете Это был Проект Который Собрал И он Исчез И все Филипп Киркоров Уже не остался Их продюсером Он тем не менее Нахзвонит И поздравляет С днем рождения Но Он не Не является Их продюсером И не отвечает За них Больше А они Без продюсеров Они В этом Болоте В общем Я не побоюсь Этого слова Они как-то Ну Теряются А я считаю У людей Такого уровня Энергетики И таланта Должен быть Свой директор Который Им бы помогал Как-то Я не знаю Ну как это Или Какие-то Звукозаписывающие студии Как обычно Это делается На западе Там все как-то Грамотно И талант Не может пропасть Он обязательно Найдет свое место Конечно Тут за этим стоит И Обязательно Найдет продюсер Который захочет На нем заработать Ну да Да Но зарабатывать На таланте Таланте Вокальном Актерском Ну не на Каких-то Биологических Особенностей Скажем так Ну это же Катастрофа Закончился Ноттердам Пришла очередь Ромео и Джульетта Да Потом Ромео и Джульетта Очень не вовремя Продюсеры до сих пор Кусают локти Потому что Они рано Отказались От Ноттердама Я считаю Что это была Вообще Какая-то вечная история Ну не знаю По-моему Какие-то шли Переговоры о том Чтобы вернуть Ноттердам Вот Но потом В нашей жизни Появился Реда Это режиссер Ромео и Джульетты И мы поняли Что до сих пор Мы жили все в раю Потому что Конечно же Он Наверное Человек Исключительно Талантливый Но до такой степени Демонический В каком-то Высоком смысле Этого слова Что Все оказались Просто на каком-то Шабаше На постановочный период Вот Я не знаю Это было Наверное Но Вы знаете Была одна репетиция Когда на сцене Было 30 человек Он так вел Репетиции Эта сцена была Когда Хоронят Тибальда Музыкальная Это одна из Совершин Этого мюзикла Я могу так сказать Реда довел Всех наших Замечательных Звезд Свечкова Дольникова Эда Шульжевского Антоша Макар Нет Макар Не было А этого самого Андрея Александрина Софини Нижерадзе Балет Вокальный Там какой-то Ансамбль Рыдали Люди Рыдали На сцене Во время Репетиции То есть Там была Как-то Его задача Довести всех До истерии В отчаянии От гибели Тибальда Я Большего В своей жизни Потрясения Эмоционального На что способны Люди Вообще По своей природе Эмоционально Но так сложилось Я не видел Картин Массового горя В реальности Это было Ощущение Что Мы На каком Спиритическом Сеансе Что ли Находимся Как в том Плачут пожарные Плачут Плачут Я не помню Это сценария Рыдали Все Наверное Серии Вот Запомните И повторяйте За эту Мелодраматичность Наверное И за Эту Такую Попсовую Огромную Глицериновую Слезу Наверное Зрители Полюбило Это произведение Хотя Я к нему Наиболее Прохладно Отношусь Из всей Тройки Мюзиклов Потому что Уж Больно Много Было Таких Романтических Переживаний В этом Смысле Более Мужественный Ноттердам И Конечно же Более Подтянутое Метро Которое В этом Смысле Было Образцом Наверное Драматического Произведение Вот Но Ромео Жильетта Зрители Рыдали На метро На Ноттердаме На Ромео Жильетте Ну Не знаю Это мое личное Было Впочтление Что это Более Такое Мыльное Какая-то История Ромео Жильетта Связано Это было Прежде всего С музыкой Потому что Музыка Более Как-то Гарит Попсовая И более Таскать Ведущая Тебя Ведь Мне лично В театре Интересно Смотреть За тем Как Человек Преодолевает Невзгоды Это интересно Тогда я вижу Сильного человека Я тоже хочу Быть сильным А когда мне показывают Как человек Страдает Мне это не очень Интересно Но Вот В этом Проекте Так вот Сложилось Хотя Уровень Проекта Количество Привлеченных Талантов Работа Рыды Феноменальная Конечно Это запоминающийся Был Проект В общем Там и Вайнштейн работал И Гечен Вальдек И Тартаковский Очень жалко Что они не вместе Вот И это была По-прежнему команда И Леша Болонин Вот Исполнительный Продюсер Это была Та же команда Пусть может быть Уже И не того Запала Как метро Но тем не менее Работа с которой Была В общем Удивительно Как всегда А почему же Не было Следующего проекта Почему команда Распалась Ну вы знаете Я думаю Что Когда встречаются Такие яркие звезды Как эти люди Они не могут Существовать вместе Потому что Каждый Индивидуалити Прям Экстра Экстра индивидуальность И вместе То что они Выдержали Вместе Сколько С 99 По 2006 Я считаю Это Невероятно Потому что Каждый по отдельности Ну в принципе Выдержать энергетику Кати В течение Недели Постановочный процесс Это я не знаю Надо памятник Тому человеку Ставить Мы это все Выжили Выжить энергетику Александр Львович Все Все Яркие люди Все Абсолютно Со своим мнением Они сталкивались И как-то находили Какой-то консенсус Находили Выход из ситуации Я за Это тоже была Огромная школа Как они друг друга Выносили Как они Не выносили Ссоры из избы Как они Вместе Вырабатывали Какой-то Тем не менее Общую позицию И именно Это работало На результат Когда Три такие Лебедь Рак и щука Эту телегу Понимаешь Удерживали В стабильном Положении Этого Много Стоило Я считаю Что это Именно благодаря Продюсерам Все это Приобрело Именно такой Размах Скажем так Потом После Ромео Джульетты Вернулись В Екатеринбург Была Фигара Как она Рок Ремикс Ремикс Опер Вот Это вот Что такое Ремикс Ремикс Но Тут такая была Какая ситуация Дело в том Что я Параллельно Ставе оперы В большом Тогда я Сделал Снегурочку Открыл Новую сцену Я все Пытался Соединить Оперную Свою Жизнедеятельность С мюзикловой Потому что В опере Меня Устраивала Культурная Перспектива Которая Открывалась За каждым Оперным Произведением Меня Устраивала Форма Гениально Выстроена Гениальным Композитором Меня Устраивало То что Это Какой-то 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 Способ Говорить О вечном Вот А мюзикл Он Семиминутен Но он До такой степени Энергетичен Вот И вот Как соединить Энергетику Мюзикла С Всеми Достоинствами Оперы Я Долго Мучился Над этим Как Как Это Все Сделать В результате Нашел Замечательного Джазового Педагога Вокалиста Лена Захарова В Екатеринбурге И когда Мы с ней Поговорили О Моем Видении Театра Она Рассказывала Мне О своей Школе Вокальной Мы Поняли Что Мы Созданы Людра Другой И приняли Решение Попробовать Сделать Экспериментальный Проект Соединить Оперу Джаз И Эстрадное Пение И Мюзикл И поэтому Это была Очень болезненная Работа В течение Года Мы Ставили Спектакль Уже Несколько Раз Нас Пытались Закрыть Думали Что Бесперпективно Но Тем не менее Я верила Елена Верила В то Что Это Должно Состояться Оль Шагалин Тогда Я нашел Замечательного Художника Витя Шулькрота С которыми Мы сотрудничаем До сих пор Вот И вот Мы Попробовали Найти Какой-то Новый Путь Развития Понимаешь Музыкального Театра Потому что Опера Как вы понимаете Если мне кто-то Назовет После войны Какая опера Была Великая Написана Я там Человек Я знаю Конечно Такие оперы Величайшие Оперы Но Широкая Публика Их не знает К сожалению К счастью Опера Стала Элитарным Узко Замкнутым Искусством Для тех Кто В теме Если ты не в теме Ты современную Оперу Не поймешь Все попытки Написать Современную Оперу Сделать ее Попсовой Провалились Потому что Эти люди Не владели Ни рок Стилистикой Ни джазовой Стилистикой Они не понимали Что джазовая Стилистика Дает Смещение Акцента На вторую Четвертую Долю Она дает Так называемый Свинк Который Является Основой Свободы Существования Артиста В опере И эта Свобода Принесенная В американский Джаз Из черного Континента От темнокожих Его обитателей Во многом Определила Своеобразие Американского Мюзика Потому что Так бы он Остался Опереттой А именно Свинк Именно Вот эта вот Свинковость И свобода В Импровизировании Дала Американскому Мюзику Эту энергетику Плюс И в танце Тоже была Более свободная Танца Со сдвинутыми Ритмическими Далями Которая Дает тебе Свободу В жизни И во многом Вот это Желание Соединить Эту свободу Мюзикла И Выделанность С точки зрения Формы Мелодии Опера И вот Тоже меня Заставляло Соединить Это И когда У меня Знаменитая Оперная Певица Маквалк Срашиль Народная Артистка Пришла На Фигара Она мне Позвонила Потом ночью Сказала Дима Я вас Поздравляю Я такой Энергетики В опере Не слышала Никогда И я Тогда понял Что я Добился Мы добились Лены Того что Мы хотели Мы Принесли Мы Соединили Эту Уже Можно сказать Умершую Конструкцию Трехвековой Дальности Давности С энергетикой Молодежи Да Ну и Номинация На Золотую маску Да Там было Что-то Семь номинаций Что-ли Мы какие-то Были просто Выдвинутые Во всем Чем можно Но это был Мой реванш С Екатеринбургом Я вернулся Доказал Что Как хорошо Что вы Меня выгнали Вот Но Тем не менее Мы вместе Сейчас На эту тему Шутим Постоянно И это Перестало Быть Каким-то Для меня Как собственно Для театра Проблема Я им благодарен За то Что они Этот проект Меня Пригласили сделать Екатеринбургская Москомедис Они тоже На взлете Один из Немногих Примеров Театра Удаленного От столицы Который Прекрасно Существует И выдает Новые Новые Проекты Это одно Из подтверждений Того Что Екатеринбург На взлете Я очень Желаю Чтобы Как можно Больше И Новосибирск Вот я К сожалению К несчастью Не работал Новосибирск Мне кажется Там тоже Есть такая Энергетика И очень Хочется Мне вот верить То что Люди Которые Живут Далеко От Москвы Будут иметь Возможность Ощущать Себя Полноценно Вот Как это ощущают Артисты В Екатеринбурге Как это Стало ощущать По-моему Этот город Я желаю Всем Вот такого же Какого-то Наверное Нового Дыхания Но при этом Американский Музикл Он все равно Ближе К оперейте Чем Европейский Музикл Ну да Но на самом деле Ведь Чем отличается Мюзикл Давайте Страшный вопрос Чем отличается Мюзикл От оперейте Ничем Тем что Оперейте Создана В 19 веке И никто не знает Оперейт созданных По 20 Ну там Лигар писал До войны Хорошо До отечественной войны Писались оперейты После отечественной войны Стали писаться Мюзиклы Опять же Основа мюзикла В джазовом Свободе И интонировании И ритмической основе Синге Основа оперейты В классическом Музыкальном построении И классической Музыкальной форме Ну потом Я хочу заметить Что ни в метро Ни в том же Ноттердаме Ни в Ромео и Джульетте Там не джаз Там скорее Рок Эстрада Вы понимаете Все равно Свинка Это не то что Джаз Как вы понимаете Свинка Это ритмическая свобода Когда мы не Нам песню строить И жить Пам Если бы метро так пелось Никто Я вас уверяю Никто туда не пошел И метро так можно Так исполнить Давайте строить вместе С Богом С Богом С Богом Ти-та-та-ти-та-та-ти Это будет ужас Именно вот это внутреннее ощущение Это не ощущается так прямо Вот джаз, импровизации Что-то такое Связанное с Элли Фиджералд Нет Это внутренняя ритмическая свобода Которая достигается Именно ощущением Свинговой Свободы внутренней Такой Когда ты не можешь Ты не должен как солдат Раз, два, три, четыре Тогда будет зарядка Доброе утро, дорогие товарищи Начинаем зарядку И этим во многом Отличается оперета От мюзикла Тем, что в оперете Все на первую, третью долю В оперете музыка написана Сто лет назад Ритмы прошлого века Если композитор пишет В стилистике прошлого века Он больше похож на оперет И только в этом Ритм основа всего В этом смысле Когда Гергия Берется с дежурскую палочку И вкладывает в нее Свою сумасшедшую Гениальную энергию То мы видим Как раз Как с помощью энергетики Заставить эту музыку Стать актуальной Сегодняшней Потому что он вносит в нее Современный ритм Но это Сложнее делать Гораздо Классическую музыку Внести Только вот в этом Различие Таким образом Между мюзиком Опереты В ритме И в адекватности Сегодняшнему времени Просто это современное искусство А опереты Это вчерашнее искусство И с точки зрения ритма И с точки зрения сюжета Ведь не секрет Что мюзикл Это актуальное искусство Оно здесь и сейчас За это я люблю Еще мюзикл Что он И хоть и стремится К вечному Но в основном Говорит о сегодняшних Наших проблемах Да Согласна Поэтому Вот сейчас продюсеры Которые я сделал Они во многом Очень оказались Актуальным материалом И актуальным мюзиклом Потому что Вечно актуальная тема Да Да Деньги Понимаешь ли Как заработать Как Кстати это на поверхности Лежащие Во многом конечно Это американские мюзиклы Мы при всем том Что пытались Его адаптировать Каким-то образом Для российских реалий Он остался Некоторым проводником Американского образа жизни Что каждый человек Имеет право Это не американская идея На самом деле Просто она у них популярна Что каждый имеет право На место под солнцем Я очень жалею Что во многом Сейчас то что творится У нас Эти наши все Завихрения Российские Совершенно Расходятся с этой Замечательной идеей Что каждый имеет право И каждый имеет право Жить вместе И каждый должен уважать Человека Который стоит Сидит Лежит рядом с ним В советское время это было Почему сейчас это исчезло И почему мы можем Так себя развязно Вести по отношению К другим конфессиям Национальностям Образам жизни Бог весь к чему Что происходит На самом деле Для меня Остается загадкой Вот И в этом смысле Я ощущал Необходимость Сделать материал Потому что Даже засранный Голубями Фашист Который сидит На этой крыше Он имеет право На счастье Потому что он Заблуждался И мы Во многом От нас зависит Прощать его Или не прощать И даже проститутка Шведка Имеет право На счастье И она становится Артисткой И даже этот Голубой режиссер Который хочет Самоутвердиться В режиссуре Ему этот продюсер Дает шанс Быть артистом Ты хочешь Сверкать перьями Иди Иди на эстраду Иди На Мюзикловую сцену И он становится Звездой Он дает ему шанс Продюсер Опять же Почему Мюзикл Называется продюсер Потому что Есть и продюсер Которого есть возможность Найти людей Которым нужно Что-то сказать Которые могут Что-то переделать Опять это проблема Веры в людей И вот эти Глубинные проблемы Меня занимали Гораздо больше Чем Как всех Обвести вокруг пальца Это поверхностный Какой-то сюжет Этого произведения Если кто не знает Продюсеры Посвящены Двум Замечательным Продюсером Максу Бялостоку Бялосток Это город На границе С Белоруссией Как вы знаете И Лео Блюму Который Как вы понимаете Лео Блюм Лев Цветочкин Если перевести С английского И Блюм Тоже во многом Имеет Одесские корни Да и сам Мэл Брукс Выходит С Украины Этот Мюзикл Двух аферисток Которые решили Заработать деньги На провале И вот Насколько Они в своей жажде Заработать денег Могут пойти далеко Этот мюзикл Они даже были готовы Сказать Я не буду говорить Приходите Все Уже Более подробно О продюсерах Мы поговорим В следующий воскресенье К нам Председиниться Исполнитель Главной роли В мюзикле Юрий Мазихин Вот Так же Приоткрою Это уже не тайна На самом деле То что Мюзикл Продюсеры Номинирован Как лучший Мюзикл Как лучший спектакль На премию Музыкальное сердце Театра Вручение премии Стоится 21 декабря В концертном зале Барвиха Лакшери Вилледж Вот Так же Дмитрий Белов Номинирован Как лучший режиссер В этой работе И Юрий Мазихин Как лучший исполнитель Главной роли Вот Поэтому В следующее воскресенье Делим время Поговорим о Надеюсь Все-таки Лучшем Мюзикле Я буду Ждать этого С терпением Как и Решение судьбы Золотой маски Потому что Нас номинировали На Золотую маску Тоже Поэтому Вот Как показывает практика Расчет продюсеров Был правильный И мы выбрали Правильное произведение Которое Приносит и радость людям И заставляет Как вы об этом говорите И заставляет их задуматься Будем надеяться Что и дальше Наш проект Будет И радовать людей И немножко заставлять И задуматься О том Что все-таки У каждого есть Право Шанс И возможность Что-то сделать В этом мире Спасибо Спасибо вам Вы смотрели программу Театр наизнанку С вами была я Лилия Ром В гостях У нас был Режиссер Дмитрий Белов Я прощаюсь С вами ровно На неделю Смотрите дальше Живой ТВ До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok